На подготовку этого видео ушло больше недели, и результат меня очень удивил и огорочил настолько, что я пытался как-то переизмерить данные, но нет, всё получается именно так, как я вам расскажу сейчас. Здравствуйте, дорогие мои! Периодически под моими видосами появляются комментарии, которые заставляют мою жопу безумно гореть, и в этих комментариях люди сообщают мне, что классика в десятки, а то и в сотни раз популярнее актуала, и что актуал никому не... Ну, я обычно, когда делаю какой-нибудь видос по актуалу, да, тут же приходят люди и говорят, Пептар, ты чё не видел статистику твича, когда запускали классику? Ты чё не понимаешь, что актуал это мёртвое говно, которое никому не нужно? Ну, понятно, что люди не играют в актуал, в принципе, есть люди с актуала, которые говорят то же самое про классику, вот, и у меня всё время... Но я в этом плане как бы защитник актуала до сегодняшнего дня, и думал, что его сервера в десятки раз более популярны, чем сервера классики, но правда заключается в том, что мы никак не можем нормально это узнать, потому что Близзы нам не предоставляют никакой статистики, А те сайты со статистиками какими-то там, типа Warcraft Logs, ещё что-то, которые есть, они не очень-то поддаются сравнению друг с другом, потому что хотя бы в классике рейды на 40 человек, да, мы могли бы сравнить активных рейдеров, допустим, и примерно понять соотношение игроков там и там, но в классике рейды по 40 человек, а в актуале рейды от 10 до 40 человек, поэтому это никак не стыкуется Если был бы какой-то сайт как Ironforge для классики, который просто парсит активных рейдеров, что тоже весьма так себе статистика, потому что на самом деле, ну, бывает время, когда все рейдят, да, бывает там конец аддона, конец патча, фазы в случае с классикой и так далее, короче, вы поняли А статистика очень так себе, она с очень большими погрешностями, и её нет для актуала, что самое главное Поэтому я придумал свою статистику, мы будем называть её говнистика, потому что я думаю, что меня отпиздят те, кто реально занимаются статистикой, когда поймут, что я сделал И честно говоря, эти результаты, которые я собрал, они меня немножечко удивили, настолько же, кстати, насколько меня удивило то, что вы нифига не посмотрели предыдущие байки-задроты Если что, вот предыдущее видео вышло, да, это байки-задроты, если что, 10 тысяч просмотров, спасибо большое, ребята, очень классно, прямо, смотрите, больше не будет байк-задроты Всё, и отменяют фигню А чё, 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 что это такое, я не знаю, что там вам Ютуб показывал, не показывал, не понравилась вам картинка какая-то, получилась не кликбейтная Я-то тут прич... идите, смотрите, байки-задроты Итак, что же ваш замечательный, любимый контент-мейкер, то есть я придумал для собрания статистики Я зашёл в ночь, то ли с понедельника на втор... да, по-моему, с понедельника на вторник, в 3 часа ночи на все сервера и классики, и актуала И посмотрел, какой там онлайн, правда, только за орду, потому что, как минимум, мне игра перестала создавать персонажей за альянс в актуале Ну, а в классике вообще нельзя создавать персонажей за орду из альянс Короче, чё я сделал? Я просто через команду Who посмотрел онлайн И, честно говоря, я был весьма шокирован, потому что всего лишь на парочке русскоязычных серверов Да, я смотрел только русскоязычные сервера, но я смотрел все русскоязычные сервера И всего лишь на парочке этих серверов онлайн в 3 часа ночи был, в принципе, больше 50 То есть 50 человек на сервере, всего 50 человек на сервере Например, вот есть связанные сервера на актуале Это Голдрин, первый раз вообще о нём узнал, когда собирал эту статистику Сидогриф, Король Лич, и на всех этих трёх серверах, связанных вместе в 3 часа ночи Примерно в 3 часа ночи, онлайн был 8 человек И это актуал Тот самый актуал, который я думал, что он типа супер-омега популярен Я, кстати, не очень понимаю, по какому принципу Близзы связывались серверки Потому что есть вот... Ну, я вообще знаю, как они связаны Там, видимо, люди, которые играют на серверах, лучше знают, как проходит связь серверов Но я просто вот через команду Who, когда смотришь на связанном сервере, ты видишь там игроков с других серверов И вот так вот я... Короче, есть другая пачка серверов Гром, Ткач Смерти, Борисская Тундра, Черный Шрам, Пиратская Бухта, Термоштепсель Их почему-то больше в этой пачке Я, короче, не знаю, может у меня просто как-то неправильно отображалось И они все в одной вместе связаны Но я, в общем, проверил все сервера Короче, вот на этой вместе пачке онлайн был 42 человека А, ну я, кстати, говорю, если что, про онлайн 60-х То есть я писал команду Who60 И, собственно, на всех серверах собрал статистику В случае всего лишь с тремя серверами у меня это не получилось Просто вот через команду Who60 Это Свежеватель Душ, Пламегор, сервер классики И Ривущий Фьорд В случае с этими тремя серверами мне пришлось чекать каждый класс отдельно То есть кто там Охотник 60, кто Мак 60, Жрец 60 и так далее И, конечно, такой подсчет популярности серверов вызывает очень много вопросов Потому что мы, например, заходили на Актуал под конец То есть это был предпоследняя неделя, да, перед патчем Сейчас минимальный онлайн на Актуале В классике, казалось бы, только вышел контент Там все-таки еще все свежо И, конечно, это просто выборка из одного дня И там, может быть, люди какие-то ушли в офлайн Там просто 10 человек и вот статистика уже попортилась Но, тем не менее, для того, чтобы понять, насколько мои данные адекватные Я решил сравнить сервера Актуала друг с другом И ту, грубо говоря, статистику, которая у нас есть Например, по моей статистике Ривущий Фьорд популярнее Свежевателя Душ в 2,1 раза То есть на Ривущем Фьорде было больше людей вот в столько раз И дальше я решил посмотреть какую-то статистику Которая как-то измеряется хоть как-то И я посмотрел, какое количество гильдий на Ривущем Фьорде И Свежевателя закрыло мифик Динатрия То есть убили 10 боссов из 10 Это такой себе подсчет, но я просто хотел, ну, адекватность, да, оценить И получилось на самом деле, что на Ривущем Фьорде В 2,5 раза больше гильдий убили Динатрия, чем на Свежевателя Душ А онлайн по моей статистике в 2,1 То есть получилась погрешность там типа около 20% Я еще решил сравнить Ривущий Фьорд, допустим, с Ясеневым лесом Ривущий Фьорд популярнее Ясеневого леса в 12 раз По подсчету вот этому моему По моей говнистике И ровно в 12 раз больше гильдий на Ривущем Фьорде Убили Динатрия Короче, вы поняли Ну, я просто сверял, насколько вообще это можно что-то из этого сделать И теперь мы уже наконец-то переходим к финалу этого видео Я сюда тайминг поставлю, чтобы люди, которым было неинтересно вот эти мои измерения Просто посмотрели Внезапно мы переносимся на неделю вперед Видите, я стал старше на неделю относительно того пепетара, на которого вы все время до этого смотрели Я невероятно облажался при измерении онлайна классики Про то, как облажался, расскажу в конце, потому что это неважно И так как я невероятно облажался, мне пришлось также в ночь с понедельника на вторник Переизмерить онлайн классики И переизмеряя онлайн классики, я понял, что я не могу его измерить То есть в то время, как на Актуале, там на каком-нибудь Ривущем Фьорде и так далее Я могу измерить онлайн по классам, да, чекнуть какого класса сколько Это все записать в табличку и посчитать в ту самую табличку, которую вы видели В случае с классикой, конкретно с Пламегором, я не смог измерить онлайн ни одного класса Потому что всех классов команда Хувы выводит максимум 50 человек Больше просто в табличку не влазит, их просто не показывает, хотя они вполне могут быть онлайн Да, онлайн на Пламегоре за каждый класс больше 50 То есть онлайн на Пламегоре на 100% больше 450 В то время как весь онлайн... Речь идет про 3 часа ночи, если что В то время как весь онлайн актуала 383 человека Чуть-чуть мы еще поговорим про данные, которые я в течение этой недели замерял И про онлайн актуала Но вы поняли, да, к чему все идет Я попытался по косвенным признакам, по разному там по количеству лотов на аукционах Там на разных серверах и так далее Примерно понять, насколько больше, чем 50 каждого класса на Пламегоре И думаю, что на самом деле не сильно больше, где-то от 60 до 70 Короче, мы берем по минимуму, что скорее всего минимальный онлайн на Пламегоре В 3 часа ночи 544 человека На Хроме 120 примерно там уже можно измерить Ну, Хроме это вообще ордунские... Тьфу, Аликовские серверы мы измеряем за Орду, напоминаю На Актуале тоже есть такие сервера, мы все равно там считали Орду Поэтому как бы, ну... В этом есть, по крайней мере, логика Хотя моя говнистика остается говнистикой Вестник Рока 11 онлайн и 11 человек мертвейшего Вестника Рока Это больше, чем онлайн актуального Азурегаса Больше, чем... У меня далеко просто табличка, я забыл шрифт увеличить, поэтому не вижу с монитора Больше, чем онлайн объединенных серверов Гордуни, Седогрива и Короля Лича Потому что там 8 плюс-минус Больше, чем онлайн Дракономора и все на этом Все остальные сервера все-таки популярнее, чем Вестник Рока То есть вы только подумайте, насколько у Актуала плохо дела И вы, конечно, сейчас скажете Пиптар, ты дебил, что ли, там 9.1 через неделю И сейчас как раз вот, ну, на Актуале прям супер самый застой Уже никто не рейдит, не играет, не ходит в мифик плюсы Да, это без сомнения все так Но дело в том, что я изначально, когда я придумал эти измерения Я их специально делал под конец, как бы, жизни контента в Актуале Чтобы показать... Ну, я-то думал, что Актуал все равно будет популярнее Я скажу Вот, смотрите, на классике только вышел контент На Актуале он уже вот практически закончился И Актуал все равно гораздо больше людей играет в Актуал Но фишка в том, что вообще не больше А, еще, кстати говоря, про небольшие допущения Я решил, так как у меня появилось дополнительное время для измерений Смотрел онлайн и насколько он... Я не перемерял целиком онлайн по серверам Я просто заходил, там, какой-то сервер конкретный, там, парочкой чекал В некоторые дни И получилось, что онлайн на Актуале колышется примерно плюс-минус на 20% Кроме того, кажется, он стал расти Вот, допустим, вчера он был максимально большой Вчера был онлайн, я почти на многих серверах, короче, перепроверил На 25% больше И получается, что примерно онлайн Актуала у нас 459 человек Будем так считать А онлайн классики 755 человек И это в 1,6 раз больше, чем онлайн Актуала Да, классика с только что вышедшим контентом Ну, на самом деле, уже, на самом деле, месяц прошел И онлайн-то классики довольно сильно проседает На это все обращают внимание Ну, в смысле, относительно того, что было на старте Вот, и это происходит без сомнения быстрее Короче, тут очень много погрешностей Понятно, что я очень много где налажал И это действительно говнистика И так измерять и считать нельзя Можно много к чему придраться Ну, можно предположить, что погрешность там, я не знаю, двухкратная, допустим И на самом деле И еще, кстати говоря, будет интересно проверить Сейчас вот выйдет контент-патч И мы зайдем на ревущий фьорд также в ночь с понедельника на вторник Ну, я зайду там в 3 часа ночи И если на ревущем фьорде Самом популярном ру-сервере Не будет забито каждым классом по 50 человек Ну, то это все Это уже 100% провал То есть мы сейчас дали огромную фору классики Вот в этом моем, типа, исследовании Но с выходом 9.1, понятно, эта фора полностью исчезнет И мы проверим Я очень надеюсь Я-то сам, вы понимаете, мне нравится больше актуал Он куда интереснее, движовее И вообще, я вот пока измерял, бегал, там, прыгал по сервакам классики У меня стоит аддон для того, чтобы инсты искать Это неважно В общем, суть в том, что я там какое-то несколько минут провожу на серваке И потом я открываю аддон И там никто не ищет инсты в 3 часа ночи Не считая пламя гора На пламя горе полный пиздец На всех остальных серверах классики Которые, повторюсь, популярнее многих серверов актуала Или всех серверов актуала Вот На них, тем не менее, никто на этих серверах классики Вообще не собирает никакой пати Ни в какой инст Типа, все спят Но и в актуале-то реально не найти пати Потому что там серваки объединены Вот это вот все То есть там все равно продолжается какая-то движуха Короче При всех своих минусах, погрешностях и прочем Что показывает вот эта вот моя говнистика Она показывает, что мое отношение к классике Как к какому-то, ну знаете, филеру Ну типа Blizzard решили что-то там по фану выпустить Чтоб какие-то задроты там поиграли Пришли с пираток Не знаю, 10% от основной аудитории World of Warcraft Ну почему бы и нет, да? Дешево, сердито, изи, просто бах Пусть играют, сидят Че, деньги нам несут и так далее У нас основной тут движняк в актуале Оказывается, что нет Ну это точно не так Даже при всех погрешностях Даже при всем при том Даже если мы сейчас зайдем через неделю На ревущий фьорд И там будет и насвежеватель желательно тоже Чтобы как бы я спокойнее себя чувствовал И там будет всех классов по 50 человек Так что я их не смогу сосчитать И это будет означать, что в 9.1 популярность Ну количество игроков увеличилось Там не знаю, в 4 раза примерно В 5 хотя бы, да? Подобные данные будут об этом свидетельствовать Примерно Даже при всем этом Классика остается Очень большой частью World of Warcraft'а И я, конечно, понимаю Что сейчас в комментах Будет некоторое количество людей Которые будут такие Пептар, ты такой тупой Мы тебе говорили об этом Весь 2 года говорили Че ты там со своим актуалом сидишь? Дебил Мы говорили тебе популярно Так и оказалось Тупица ты этакая Но все-таки Я думаю, для большинства Моей аудитории И аудитории World of Warcraft'а Подобный факт Будет интересно При всем При том при огромных Если, кстати, кто знает Как лучше У кого-то есть идеи Как лучше измерить онлайн Это все сопоставить Предлагайте Я относительно друг друга Вот это все смотрел Как оно колыхается Вот, например, сейчас Начал расти онлайн Вот прям перед выходом 9.1 Видимо, все подписку Может быть продлевают Еще что-то заходит Посмотреть, что там С персонажами проверить И он прям ровненько Ровненько вырос Вот на эти самые Ну, 15-25% На всех серваках актуала Вот А, ну и, кстати Я вам обещал рассказать Как я в первый раз облажался С вычислениями С измерениями Я измерил онлайн 60-х уровней на актуале Ну, какое количество людей, да Пошел на классику И измерил там онлайн 60-х уровней Получилось, что классика В 5 раз менее популярна Я записал уже видос Даже Я в этом видосе говорю Вот, видите Я же говорил Классика менее популярна Кто внимательно слушал Те уже поняли Что я измерил онлайн 60-х На классике А нужно было Измерять 70-х И я понял это Только на монтаже видео Уже под конец Уже когда видео Было практически смонтировано И так как я ленивый Сейчас вы посмотрите Финалочку из того Уже смонтированного видео Спасибо, что посмотрели это видео Спасибо моим подписчикам Будьте Патреон Спонсорам на Ютубе Отдельное спасибо Моим невероятным спонсорам Киртуку и Аяна Коджи Наверное так произно Может быть или нет Я прошу прощения И в конце Я снова не подготовил Что я вам покажу Я просто вот у меня Тут какие-то штуки валяют Эмаль для граффити И декоративного Декоративно-оформлительских работ Смотрите, что у меня валяется Под столом просто 7% Бесплатно Я не знаю, что это такое Я думаю, что эта Штука здесь лежит Примерно с ремонта В моей квартире Ну вот когда я сюда въезжал Уже сколько лет 5 прошло? 4? Там, кстати, что-то есть Ой Фу Грязь Блин Работает, наверное Я не знаю Ну-ка, дай я тебя попробую На эту стену побросить Ее можно Тут можно все зафигарить Просто этой эмалью Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok